Добрый вечер. Черной-черной ночью, с четверка на пятницу, на прошлой неделе, когда вся страна из последних сил в пьяном угаре догуливала Новый год, в ГАИ Московской области произошло страшное преступление. Из-под гаишников, которые по всей Московской области занимались тем, чем, как вы думаете, гаишники занимаются, особенно на постах, на пикетах. Они там занимаются тем, что принимают транспорт и обеспечивают движение. Так вот, темной-темной ночью, пока инспекторы ДПС из последних сил обеспечивали и принимали, из-под них выдернули табуретку финансовую. Ну, можно еще это сравнить с тем, что всем гаишникам Московской области дали в глаз, потому как хакеры взяли и отрубили все комплексы видеофиксации под названием «Стрелка». Это одна из самых обсуждаемых новостей на этой неделе, и у нее очень интересное информационное сопровождение. Так вот, погибли практически все комплексы видеофиксации. Ни один из них не работал, а некоторые из них не работали очень давно. В Московской области вообще не везет как-то с подрядчиками, там не очень понятно, кому принадлежит право грабить население, но все-таки какие-то балалайки болтаются у нас на столбиках. Некоторые из них даже лучезарно красным глазом приглядывают за потоком, но по большому счету и раньше не особо работали, а тут вот в ночь с 9 на 10 января работы перестали вообще. Гаишники, естественно, по этому поводу что-то такое заорали. Несколько подрядных организаций, причастных к распределению финансовых потоков, заорали еще громче. Сразу выяснилось, что нужно обладать определенными талантами для подобной диверсии. И хакеры молодцы, что вызвало восторг у водителей и легкую зависть у разработчиков. Потому что те, кому срочно пинком приказали за 10 дней все починить, они кивнули головой, но в интервью, так между делом, сообщили, что это чрезвычайно талантливые ребята провели такую диверсию, потому что за одну ночь вырубить сразу все, это нужно было суметь такое сделать. Технические параметры не разглашаются, ну, в общем, многие хотели бы пообщаться теперь с авторами этой затеи. Одни для того, чтобы погрозить пальчиком, другие для того, чтобы сказать спасибо и спросить, как вы это сделали. Естественно, тут же моментально появились официальные лица, которые сказали, что мы возбудили уголовное дело. Вот после этого полагается, как всегда, бегать за памперсом и изобразить некий трепет в органах, не подумайте, что внутренних дел, а вот там в недрах человеческого организма, потому что, конечно, когда возбуждено уголовное дело, это очень страшно, это в нашей стране невероятно страшно, просто вызывает сразу панику, а самое главное, никто ничего сделать-то не может. И хотя прошло пару дней, и начали грозить нам, что все починено, что все уже работает, нет, на самом деле нифига не работает. И для того, чтобы вылечить все эти комплексы фото-видео фиксации, нужно где-то чуть больше месяца. Тем более, что все это делается в ручном режиме. То есть это нужно к каждому столбику подъехать, каждый компьютер достать, к каждому компьютеру перетряхнуть мозги, поставить на место, а потом очень долго регулировать, иторировать, смотреть, чтобы оно работало. То есть это не просто на уровне программного обеспечения или, как говорят специалисты, обеспечения. Нет, ничего подобного. Там есть куда потыкать пальчиками, но такая довольно серьезная работа. Тем более, что вся эта ерунда работала на винде, а винда, как известно, не предназначена для серьезной работы. Винда — это такая любительская штука для того, чтобы максимум в офисе переписываться с секретаршей, а если нужно что-то такое серьезное повесить на нее, то вот как раз винда для этого не предназначена. Но о чем заорали менты дурными голосами, изображая панику, а на самом деле искреннее сожаление? Кто-нибудь сказал о том, что из-за того, что теперь мы, доблестные полицаи Московской области, не можем присматривать через видеокамеры за скоростным режимом, что-то такое странное произойдет с безопасностью на дорогах? Не-а. Кто-нибудь слышал от ментов, а также от полицаев, чтобы они как-то обеспокоились, что вот эта вот иллюзорная связь, которой на самом деле никогда не было между камерами и безопасностью, наконец-то нарушена? Ну или там профилактика правонарушений? Нет. Менты заорали о деньгах. Менты в течение вот уже недели, вместе с администрацией Московской области, а также всем причастными к электронной начинке, все орут про миллионы. Вот оно самое сокровенное. Вот в состоянии аффекта эти люди не в состоянии быть хорошими актерами. Они не могут разыграть правильную мину, они не могут сымитировать, что когда-то комплексы видеофиксации затевались для того, чтобы наконец-то на дорогах наступил порядок. Не, они забыли об этом. Они четко знают. Это ради денег. Это способ такого грабежа под прикрытием государства. Тем более незаконный. Фото- и видеофиксация, она абсолютно незаконна. Она нарушает конституцию нашей страны. О чем товарищ Плигин, великий депутат 5-го и 6-го созыва, позаботился, чтобы его профильный комитет Государственной Думы по конституционному строительству и законодательству ввел поправочку в административный кодекс в нарушение Конституции, где написано теперь, что презумпция невиновности на водителей не распространяется в том случае, если их нарушение зарегистрировано комплексом фото-видеофиксации. Вот товарищ Плигин не имел права этого делать. И Государственная Дума не имела права корежить Конституцию. Тем не менее, они ее искорежили, лишили граждан за рулем презумпции невиновности, и все это только ради того, чтобы собирать деньги. Причем собирать деньги руками милиционеров для бюджета и посредством муниципальных субъектов. Потому что милиционеры, они здесь только занимаются тем, что выписывают квитанции, потому что когда от полицаев тебе приходит бумажка, ты обязан ее оплатить по административному кодексу. Хотя, собственно, больше функций никаких нет. Но о безопасности никто не говорит ни слова. Все орут и подсчитывают убытки. Сколько у нас Минтура, а также область потеряют? Полтора миллиона рублей. Какой кошмар! Хакеры, нас, полицаев, ограбили на полтора миллиона рублей. Ужас какой! Нет, знаете, на два миллиона рублей. Нет, нет, мы посчитали. Нет, на три миллиона рублей. Да нет, ну вообще-то, вообще-то восемьсот миллионов рублей. Ну, это зависит от того, что считаем, потому что в среднем грабеж на дорогах Московской области где-то за неделю приводит к тому, что из карманов людей изымается порядка двух миллионов рублей. И полицаи прекрасно понимают, что никаких десяти дней не будет на восстановлении системы. Речь идет о месяце, может быть, о двух. Вот если посчитать два месяца, тогда выходит восемьсот миллионов. И вся их скорбь только о деньгах. О том, что нам не удастся податное население выдавить на полтора миллиона, на два миллиона, на три миллиона, на восемьсот миллионов. У нас убытки, у нас, у Государственного института исполнительной власти под названием полицаи на дорогах, а также у местных органов, субъектов, у нас отобрали деньги, которые мы отбирали у людей под видом присмотра за дорогами, под видом обеспечения безопасности, который не имеет никакого отношения к комплексу фото-видео фиксации. Также комплексы фото-видео фиксации не имеют никакого отношения к закону, они не имеют никакого отношения к неотвратимости наказания, они не имеют никакого отношения к равенству граждан перед законами. То есть это абсолютно преступное явление, на которое хакеры покусились и выдрали, дав в глаз ментам, из-под них финансовую табуретку, сильно обидев людей, причастных к изыманию денег из наших карманов, тем, что ничего они сделать не могут. Уголовное дело, пща, возбудим! А на самом деле, просто взяли и ограбили ментов. Молодцы, ребята! Огромное вам за это спасибо! Если вы еще так сможете разок, буду вам очень за это признателен. Перерыв на новости. У нашего лося все в порядке, 5 баллов, движение плотное, но самое главное, что оно есть. На mail.ru движение затруднено, 6 баллов, что косвенно подтверждает позицию лося, задравшего кочерыжечку, раскинувшего рожки, выстукивающего копытчиками по московским дорогам. Предлагаю проголосовать вот по какому поводу. Комплексы фото-видео фиксации имеют отношение к безопасности дорожного движения. Даже не будем обсуждать как. Просто сам факт. Они имеют отношение к безопасности дорожного движения. Но в том смысле, что они ее повышают. 5-5-3-3 русская буква А. Те, кто считает, что комплексы фото-видео фиксации не имеют никакого отношения, никак не влияют на безопасность. Это просто способ отобрать наши деньги. 5-5-3-3 русская буква Б. Голосование запущено. Поехали. 65, 10, 9, 9 и 6. Сергей, вы у нас сегодня первый. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Вот хотел поделиться своими наблюдениями по поводу темы сегодняшнего разговора. Вот в частности по презумпции невиновности. Да. Вот недавно машину продал на номерах людям из Ангарска. А сам я в Москве. Ух вы. Вот они пока в Ангарск гнали, но собирали штрафы на 2000 рублей. Все штрафы свалились на меня. Угу. И, ну там, в Московской области как-то я там от них отмазался. Сначала писал письма в ГАИ, потом съездил туда к ним, отвез все документы, сняли два штрафа. Так. Из Уфы тоже прислали, сняли. А в Нижнем Новгороде упираются рогом в стенку и говорят, что там, вот то, что вы прислали договор купли-продажи с печатью комиссионного магазина, этого недостаточно абсолютно. То есть, как бы, никакой презумпции невиновности нет, хотя, казалось бы, должны уже в соответствии с этим договором штрафы направлять новому собственнику машины. Да, именно так и есть. И этот договор, это документка, из которой следует, что право собственности уже уступлено другим лицам, неважно даже каким, вы абсолютно не при делах. Тем более, что презумпции невиновности у вас нет, но, тем не менее, согласно поправке к административному кодексу, если вам удастся заложить того, кто был за рулем, то вы не при делах. Поэтому, если Нижегородская область ГИБДД упирается, то у них совершенно четко 286 УК РФ, превышение должностных, если вы им еще заплатите деньги, то 285 злоупотребление должностным, это для прокуратуры. Вы абсолютно ни в чем не виноваты, у вас есть документ, договор купли-продажи. И всем советую ставить там не только дату, но и поминутно, вот как в страховом полисе по ОСАГО, часы и минуты. Вот с такого-то часа, с такой-то минуты право собственности мне не принадлежит, все, ребята, спасибо, до свидания. И вы имеете блистательные совершенно юридические перспективы, всю оставшуюся жизнь бороться с идиотами из Нижнего Новгорода, но тем не менее их победить, потому как даже уголовный кодекс против них. Я бы начал бы с того, что поздравил бы прокуратуру с профессионализмом нижегородцев и написал бы туда жалобу. Чем хороша наша генеральная прокуратура? Тем, что она принимает ваши обращения в электронном виде, а отвечает в письменном. Понятно, что генерально этим заниматься не будет, она по подчинению кинет это в Нижегородскую область, там тоже не будут этим заниматься, кинут это местным ментам, менты будут уже шушукаться и смотреть, что делать, но у прокуратуры это вопрос на контроле. Они вам должны будут дать письменный ответ, и вам потихонечку будут приходить бумаги о том, как ваше дело, а вы не обязаны платить. Все, ни в коем случае. Надо попробовать, да. Я уже через Травина, Виктора Травина, попробовал тут действовать, он тоже обещал тут отписать им соответствующие вещи. Да, а Витя, он, кстати, молодец, и он такие дела очень любит, потому что зубов у него в четыре ряда, и когда он смыкает челюстью, то обычно у ментов даже памперса не хватает. Из них сразу течь начинает. Сергей, еще одно наблюдение. Вот у нас над выделенными линиями тоже комплекты видеофиксации стоят к сегодняшнему разговору. Но вот некоторые выделенные линии, расположенные над линиями метро непосредственно, они абсолютно неэффективны. И казалось бы, ну московское правительство, оно сделало эти выделенные линии. Но потом вы посмотрите, выйдите там вечерком с видеокамерой на, допустим, Лужнецкий мост, который над Комсомольским проспектом, и посмотрите, как там один троллейбус по выделенной линии раз в 20 минут проезжает, а в это время... Сергей, погодите минуточку, а вы что, верите, что выделенные линии сделали для автобусов и для троллейбусов? Вы что, вы верите в то, что вам рассказали вот эти вот, мягко говоря, оккупанты города Москвы? Они это сделали только для того, чтобы вы там не появились, чтобы вы там не ехали. И если на метромосту даже в принципе не будет никакого общественного транспорта, задача, чтобы вам нагадить, чтобы у вас корова сдохла. А в городе, там, где земля под ногами, там выделенка существует для другого, чтобы вы не парковались в правом ряду в принципе. Только для этого. Чтобы у вас количество возможностей по маневру, по езде и по остановке вашего транспортного средства было сокращено до минимума. Вот задача. А то, что это называется о мерах по дальнейшему улучшению, о борьбе с терроризмом, о решении пробочной проблемы, о улучшении климата, это какая разница? Они всегда что-то рассказывают. А вот можно на них как-то, в частности, на правительство Москвы и на транспортный цех при ней, со стороны журналистов по воздействию? В частности, на Комсомольский проспект. Но не нужна там выделенка прямо над линией метро. То там, кто торопится, тот поедет на метро. А кто не торопится, тому этот троллейбус там все равно с какой скоростью идет. Тем более он ходит там очень редко. Сергей, в Москве 3 миллиона автомобилистов, еще 3 миллиона приезжает из области, итого 6 миллионов, а журналистов меньше 25 тысяч. И если журналисты тоже мало кому интересны из власти, и поднимают этот вопрос, то на самом деле до тех пор, пока от 6 миллионов не найдется хотя бы 100 тысяч делегатов, приходящих к мэрии Москвы с внятными требованиями, ничто не изменится. Другой есть, конечно, косвенный вариант. Это уголовное дело против товарища Лексутова, возбужденное, ну как врут очевидцы, за то, что у него поддельный диплом и обманом полученное российское гражданство. Это говорит о том, что он за красную ленточку забежал, ну он же начал с тех, кто центровые. А центровые-то разные бывают. А он по своему эстонскому недоумению не в курсе был. Вот сейчас посмотрим, как эта рецензия на его деятельность обернется каким-нибудь реальным звонким делом. А мы с вами, что журналисты, что водители, находимся в том соотношении сил, когда журналистов точно не хватит. А вот граждан хватит. Но, к сожалению, граждане не инертны, они ждут журналиста. Ну да, может быть, через средства массовой информации как-то проблема эта еще поднимется, народ сорганизуется. Сергей, народ сорганизуется только в том случае, когда допечет, захочется, и родная печка наконец остынет. Потому что пока Емеля пребывает в своей привычной позиции, никакая пресса не поднимет. Хорошо, конечно, на волне всеобщей вакханалии, например, пойти и приложиться к какой-нибудь святыне. Да, вот как раз для этого средства массовой информации подходят. Но это другие средства. У нас по Первому каналу никогда не расскажут о том, что против Лексута возбуждено уголовное дело. Ну, в интернете все написано, в принципе, можно почитать. Да, интернет — это сколько процентов толковых людей? Четыре. А шесть миллионов людей за рулем, которые ждут, когда за них это сделают, это тот же самый синдром перестройки. В стране перестройка, а у меня унитаз течет, пришлите мне в ЖЭК журналисту, чтобы он заставил мне в доме поменять унитаз. Вот такая инертная позиция, она гарантирует, что любой человек с уголовным делом, сидящий в московском правительстве, может себе позволить все, что угодно в отношении податного населения на правах оккупанта и гауляйтера. И ничего мы с ним не сделаем. Потому что мы ждем, когда за нас это сделают. Артем, здравствуйте. 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 Дозваниваюсь вам уже не первый раз. Спасибо большое за передачу. Спасибо связи за то, что она позволяет вам не первый раз дозвониться. Да, да. По поводу камер тоже хотел высказаться. Конечно, это здорово, то, что их отключили и из кармана населения больше их деньги не текут. Но тоже, с одной стороны, и плохо, потому что будут это использовать, а все-таки, я думаю, ребята этих найдут, и будут использовать в корыстных целях в плане тоже отключения камер и возможности ухода от правосудия, да, там, и... Кто? Спасибо. О чем? О каком правосудии идет речь? Вот группа людей с топорами на дороге говорит, слышь, ну-ка, быстро кошелек. Сейчас они красиво в галстуках и при камерах. Фраза осталась та же самая. Ну-ка, быстро кошелек. Вы сейчас в данном случае о чем говорите? О том, что камеры на дороге имеют хоть какое-то отношение к закону, к правовой ситуации, к профилактике правонарушений? Ну, нет. Когда, конечно, заместители наших нефтяных компаний на Арбате людей сбивают, они выключаются моментально. Но когда это происходит с более-менее обычными бандитами, все-таки хочется надеяться в то, что они помогут. А более-менее обычные бандиты, знаете ли, они обычно... Ребята необычные, такая вот тавтология. У нас сколько существует двойников по номерам? И что у нас ГАИ с этим делает? Ничего. ГАИ говорит честному водителю, слышь, ну-ка оплати. Он говорит, а это не я, это двойник мой. Говорит, ну иди доказывай. У нас те люди, которые заранее знают, что они идут на преступление, что они этим занимаются, они уже готовы. У нас ведь комплексы видеофиксации работают только по номерным знакам. А сколько у нас составов правонарушений, за которые с машины знаки снимают? Официально. Вот когда у нас, например, пытаются бороться с правонарушениями, с преступлениями, и с одной стороны, вся система наблюдения за машинами только по номерам, и при этом открываем административный кодекс, а там написано, раз состав, два состав, три состава правонарушений, за которые ты легально едешь без номеров. И когда у нас Медведев в открытую занимался тем, что пособничал терроризму, и ввел как раз за тонировку снятия номерных знаков, то тем самым он позволил любому желающему привезти гексоген к любому Норд-Осту. Подъезжаешь к Москве на тонированной машине, у тебя снимают официальный номер, дают тебе сутки на то, чтобы ты растонировался, ты проводишь гексоген, потом выезжаешь из Москвы, снимаешь тонировку, получаешь номера и уезжаешь. Все. Где ты был сутки, что ты делал? Мы не знаем. Товарищ Медведев подписал указ, согласно которому любой желающий может привезти в любой город гексоген. Видеокамеры смотрят по номерному знаку, номера нет, извините. Мы не знаем, как бороться с терроризмом. Это у нас Яровая знает, она сегодня как раз нам рассказывала о том, как нужно Родину любить, и о том, как нужно бороться с терроризмом. Поэтому, когда сейчас в Московской области выключили комплексы фото- и видеофиксации, не случайно все запопили только о полутора миллионах рублей. Ах, у нас ущерб. В нашем бизнес-предприятии конкретный совершенно убыток. О безопасности ни слова. Именно потому, что это не имеет никакого отношения к безопасности. Раз. Во-вторых, потому что преступник у нас от ответственности уйдет. Два. Либо откупится. И в-третьих, потому что это не имеет никакого отношения к безопасности вообще. Это просто фискальный инструмент пополнения муниципального бюджета, а также благосостояние гаишников, поскольку у них есть не только стационарные, но и передвижные, которые с удовольствием взяли на себя нагрузку. И вообще там ведь договороспособные ребята. Те, которые в «Жигулях» сидят с видеокамерой. Да, к сожалению, вы правы. Сергей, такой вопрос. Я вот вашими силами машину приобрел. Теперь у девушки машину присматриваем. Бюджет где-то до 850 тысяч. Хороший бюджет. Машина будет кредитная. То есть первый взнос там порядка 200-250 тысяч. Для девочки, да, соответственно, машина как... Ну, самая машина, так как будет кредитная, и тоже на, так скажем, да, вот, ну, последние, можно сказать, какие-то деньги, хотелось машину надежную на какое-то, такое, долгое время вперед, да, и без врожденных проблем. Девочка-дебютант, она только-только за руль садится? Да, да, первая машина. Первая машина надежной не бывает. Берите любую. Продолжаем голосование. Спектр ваших мнений неоднозначен. Вопрос следующий. Комплексы фото-видео фиксации имеют отношение к безопасности дорожного движения. 5533, русская буква А. Комплексы фото-видео фиксации не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения, просто изымание денег. 5533, русская буква Б. Продолжаем. 65, 10, 9, 9, 6. И лось, и мейл нормально двигаются. Так, Антон, здравствуйте. Алло, Антон. Либо вы не Антон, либо не здравствуйте. Какая тишина. Тишина. Вот она, эфирная тишина. Остается только позавидовать. Не получилось. Вадим, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Если вы Вадим, начинайте говорить. Алло, Вадим. Замечательно, Вадим. Нам с вами повезло. Вам с именем, мне с вами. Спасибо. Я вот добавлю бы к видеофиксатору, что я действительно проголосовал за полную ее бесполезность. Ну, не полную, точнее, за бесполезность. Да, для нас с вами точно бесполезно. Добавлю тем, что тамоги БВДД, оно, видимо, тоже бесполезно для безопасности дорожных движений. Оно даже противопоказано. Да. И добавлю бы к этому свое видеонаблюдение такое. Значит, к тому, что, видимо, этой организацией заниматься нечем. Сколько раз ловлю на дороге патрульную машину, которая сидит в кустах. И вот задаюсь ей вопрос. Сидит экипаж, два человека, в течение пяти, шести часов в этих кустах. Еду туда, еду обратно. Они на том же самом месте. Видимо, начальник их туда поставил. Или он не знает о том, чем занимаются его подчиненные. Но, во всяком случае, из этого дела вывод, что шесть часов этим ребятам делать нечего, кроме того, чтобы сидеть в кустах. Для чего они там сидят? Ну, для того, чтобы фиксировать нарушения. А эти нарушения им нужны для пополнения собственной казны. Я думаю, что больше никакой заботы у этой организации нет. А начальник, который их посадил, он знает, что эта команда должна привести ему какой-то там конорар. Да, и существует у них вертикаль, которая... Это по всей стране. Мы это видим, наблюдаем. И все это обрывается на уровне майора. Потому что, когда, например, была устроена в свое время зачистка по батальону на дальних подступах к одному большому городу и ФСБшники навалились на гаишников, выяснилось, что сержанты-взяточники, младшие лейтенанты-взяточники, лейтенанты-негодяи, капитаны-сволочи, майор-преступник, а дальше никого, а дальше подполковник кристальной чистоты. Полковник великолепен. Генерал... Ну, который сам был когда-то сержантом, понятно. И, естественно, вот деньги все по вертикали. Вертикаль ведь для чего выстраивается? Для этого. И вот деньги по вертикали поступают к майору, а майор миллионами не делится, ни в коем случае. Он к подполковникам в кабинет не ходит. Не, не, не в коем случае. Вообще не ходит. И задача гаишников на самом деле, вы правильно сказали, они занимаются тем, что они фиксируют правонарушение. А согласно закону о полиции, они должны его предотвращать. И поэтому, вот когда меня, например, где-то останавливает гаишник и пытается мне инкриминировать какое-то правонарушение, я у него обычно спрашиваю, ну, вот тут таких, как я, много, да? Вот на этом, например, ловчем месте. Он говорит, да, порядком. Я говорю, а что же вы в таком случае вот только что мне признались под диктофон, а я всегда под диктофон с ними общаюсь, что вы не нарушаете, что вы не исполняете закон о полиции. Вы обязаны здесь стоять, мигать всеми лампочками, махать руками и палками и предотвращать мое правонарушение. Это обязанность. А вы обязанности не исполняете. О, прокуратура будет счастлива. Тем более, что фото, видео и, пожалуйста, диктофонная запись. Она есть. Знаете, после этого почему-то выясняется, что они, в общем, готовы даже в течение 30 секунд имитировать какую-то пользу обществу. Потом, конечно, нет. И ведь вот это социальное дезертирство, для чего у нас вот посмотрите, как мы сейчас мощно разворачиваем арктическую группировку. Белые медведи на нас скоро пойдут войной. Поэтому нам необходимо на берегу Северного Ледовитого океана несколько военных баз. Ну, 20 лет их не было. Белые медведи вели себя тихо. Вот сейчас мы там как построимся, как мы туда войска с окладом год за три судим, вот тут же мы белых медведей победим. Вариант социального дезертирства. Ну, это понятно, для чего. Понятно. А космические войска у нас для чего? Главнокомандующий космическими войсками. Здравствуй, Чебаркульский метеорит. До свидания, Чебаркульский метеорит. Наверное, к Звездным войнам готовимся. А ведь как удачно. А генеральские должности, а оклады. Посмотрите, генерал космических войск. Да Дарт Вейдер просто отдыхает. Он младший лейтенант на этом фоне. И вот это все у нас есть. И формы социального дезертирства, они в том, что у нас люди идут в ГАИ. ГАИ не занимается вообще ничем. ГАИ занимается только одним ВИП-сопровождением. У нас люди идут вот в эту вот армию, где у нас есть космические войска на полном серьезе и теперь арктическая группировка. Или, например, у нас есть флот, и мы строим новые корабли, ракетоносцы ядерные. А у нас морская доктрина какая? Вот у нас тут Сенегал только что спер корабль. Мы в этой связи что? А, мы утерлись, да? У нас есть флот, но мы утерлись. Тем более, что сенегальские обезьяны, они не просто украли наш корабль, они его отконвоировали на свою военную базу. То есть, если вдруг прилетает какой-нибудь наш Петр Великий, стремительный, то он может сравнять этот обезьянный зоопарк с пейзажем пустыни, потому что там нет гражданских. Но мы вместо этого пишем ноту протеста. Ай, как интересно! Вот она супердержава, вот они шикарные деньги. И социальное дезертирство людей, которые идут в ГАИ, им дали кормление. Чего нет-то? А вот сейчас такая печаль. Печаль на полтора миллиона. Видеокамеру отобрали. Как же мы кормиться-то будем? Ай, какая печаль. Ну, вы правы. Ну, вот такой же тип кормежки, очевидно, и вот эти платные парковки в Москве, в центре Москвы. Именно. Когда проезжаешь и видишь, как они на тротуарах зарабатывают и на этих кулачках асфальта деньги... А при чем деньги? Деньги-то куда идут? Кстати, интересно, вот они отчитали, что заработали 9 миллионов там за отчетный период. Но ведь не рассказали, а на что потрачены были. Ведь эти деньги должны были, наверное, потрачены быть на оборудование этих площадок, на дооборудование какие-то. Нет. Просто заработали на этом уже деньги. На тех тротуарах, которые, в принципе, были... Ну, на тротуарах, конечно, и так ставить нельзя. А я имею в виду, вот мы въезжаем в центр Москвы и мы видим, что каждый кулачок асфальта теперь уже является платным. 9 миллионов, говорите? Ну, такая цифра прозвучала недавно с ней. Да, вот когда они только-только в пределах бульварного кольца сделали по тарифу 50 рублей в час первые парковки, они отчитались, что за первые два дня они собрали 12 миллионов. За первые два дня. Значит, я просто путаю цифры. Уже триллионы. 12 миллионов. Из них потом выяснилось, что в казну поступило целых 2 миллиона. А зарегистрирована эта контора по взиманию денег почему-то на кипрском офшоре. И должны они были о чем отчитаться? О том, как в кипрском офшоре стало больше денег? А вы обратили внимание, что вот та фельдкина грамота, которую вам выдает паркомат, она не является фискальным документом, она является справкой об изъятии у вас денег. И когда налоговая у нас провела проверку, она установила, что не представляется возможным выяснить расчетный счет, куда уходят наши с вами деньги. И попросила вежливо товарища Лексутова, ну если можно, вы там как-нибудь, ну если будет время, не могли бы устранить вот этот неприятный недочет, а то как-то он коробит. Тем более, что это ведь юридически услуга, а с услуги полагается 18% НДС. А услуга оказывается только по обоюдному согласию. Должен быть договор и правила. Вы случайно не в курсе, какие обязательства перед вами у организаторов этого парковочного пространства, какие у вас перед ними вы знаете это платить, а у них перед вами оказывающих услугу, какие правила, где их можно почитать? А нигде нельзя почитать, а нету их. Поэтому игра в одни ворота, день дай и вали отсюда. Но гауляйтер Украины Герр Кох собственно делал то же самое. Он после того, как был посажен гауляйтерствовать в новом ГАУ, это административно-территориальное деление захваченных территорий ГАУ, гауляйтер он издавал подобные указы, что можно, а что нельзя и что население ему должно в каких пропорциях. По-моему очень так вот история идет корявыми витками и все не в нашу пользу. По крайней мере мне так показалось. Анатолий, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Вопрос такой по поводу вот просто про автомобилистов. Про автомобилистов являюсь с очень давних пор примерно лет 10 заядлым мотоциклистом. Вот просто вы представляете какие налоги у нас на мотоцикл? Живой мотоциклист это вообще редкость. Поверьте, живой даже очень. И даже не в формалине, что удивительно. Вот. Просто хотел сказать то, что вот на мотоцикл скажем стоимостью бэушной 300 тысяч рублей вот с мощностью там 180 лошадиных сил налог примерно как за полтора КамАЗа. Там в районе 15 тысяч рублей в год. Ну, мотоцикл... Это же безделушка мотоцикл. Это же типа роликовых коньков. Можно же пешком, а можно коньках. Можно пешком, а можно мотоцикле. А вам и нам, соответственно, москалям, клятым, которые балуются подобными странными вещами, конечно, что же, талоны на усиленное питание? Нет, я бы не сказал то, что вас, потому что мотоцикл это огромнейшая экономия времени и средств примерно 5 месяцев в году. Анатолий, то, что вы пытаетесь отвертеться от обязательств перед государством, никак не умаляет аппетиты государства по отношению к вашему кошельку. Ваша задача, чтобы вам было удобно, а задача государства, чтобы вам было невыносимо. Чувствуете, что вектора не совпадают? Это действительно именно так. Вот хотел еще такой вопрос задать по поводу камер-камер. Скажем так, отдаленно являюсь очень приближенным к такой организации как СОД. И вот насколько я понял, скажем так, по кулуарам, то, что данные средства, собираемые с камер, они идут не в ГИБДД, а вот в этот как будет СОД. Хотелось бы уточнить этот вопрос у вас как у знатока. ГИБДД не является владельцем этих камер, ГИБДД является официальным прикрытием. То есть вот это спецохрана той банды, которая изымает деньги. А вообще-то у нас с прошлого года, у нас с 12-го года был специальный документ о передаче комплекса фото-видео фиксации нарушений от органов внутренних дел субъектом федерации. И деньги поступают в муниципалитет. И прелесть именно в том, что раньше не было в какой-нибудь деревне Ивановка, Петровка, Сидоровка денег на то, чтобы построить наконец приличный коттедж местному начальнику, а теперь у него на территории есть камера, и с этой камеры деньги идут в том числе и ему в муниципальный бюджет. А милиционеры являются просто структурой прикрытия и обеспечения. Потому что, когда вам придет Филькина грамота о том, что вы должны губернатору какой-нибудь области 5000 рублей, вы этого губернатора пошлете. А вот когда вам менты такое предлагают, а следом за ними выстраиваются в очередь люди по изыманию ваших денег под названием судебные приставы, вот тут приходится платить. То есть гаишники здесь как силовая структура занимаются обеспечением незаконного промысла субъектов федерации всего-навсего обеспечивать неотвратимость. Да, это вот как раз тот самый случай, когда услуги нету никакой, а деньги у вас отбирают, чтобы вы просто знали свое место. МВД не при делах, они с этого получают очень косвенный дивиденд, видимо, в виде оплаты, зарплаты и прочее. То есть муниципалитет деньги получил, а дальше он их отдал на гаишников, отдал, например, на платные парковки, отдал на новые реагенты, чтобы мы все передохли в Москве, потому что товарищ Бирюков очень любит сыпать яд на 10 миллиардов рублей в год. Ну вот на все на это. И в том числе на зарплату. Ясно. Круговорот денег в природе происходит вот именно по такому сценарию. Вы, кстати, как мотоциклист, какой рекорд скорости устанавливали по дорогам? 312. Ух ты, это какая у вас штуковина такая. 312 это приятный рекорд. Ну, Yamaha R1 немного доработанная. А-а-а. Скоростью примерно 210, ну, 215 лошадиных сил. А с какого момента, с какой скорости ее становится совсем уже критично держать? Надо ставить на месте. Ну, все-таки... Мехадор очень устойчивый. Нет, мне кажется, все-таки небольшой миф, потому что даже на огромной скорости, если мотоцикл действительно, ну, в хорошем состоянии, хорошая резина, то есть полностью исправен, то он дорогу держит не лучше, чем на 80. То есть, с точки зрения профессионала, разницы нет? Ну, поворот просто более широкий становится. Эх, спасибо. Новости. Блистательный вопрос пришел от Абрама на сайт. Могу ли я отодрать с капота и багажника своей машины эмблему производителя? Например, Рено. Мне не нравится эта эмблема. На женский половой орган похоже. И прикрепить свою эмблему, красивую, тип фамильного герба. Не будет ли вопросов у гайцев и на станции техобслуживания у дилера? Не, Абрам, абсолютно не будет. Это ваша воля иметь полное право оторвать женский половой орган. Тем более, что обратите внимание, как поступает Toyota на внутреннем рынке. У Toyota у нее такой импотентный мужской половой орган, бессильно свисающий, как вертикаль. И очень часто на определенной модели они придумывают специальный красивый герб. Если посмотреть на праворукие Toyota, пришедшие к нам, то довольно часто не угадывается, что это Toyota, именно потому, что эмблема у модели своя. И весь модельный ряд расширен настолько, что там бывает иногда по 15-20 совершенно автономных эмблем. Это нормальная практика. Тем более, когда позорище какое-нибудь, даже не такое женственное, как у Renault, а что-нибудь китайское, довольно часто люди туда клеят что-нибудь более приличное, потому что там то клочок изъеденного сыра, то какой-нибудь странный иероглиф. Ну, позорище, оно есть позорище. Купил китайцы, что делать? Ну, стыдись, но хотя бы вот хочется как-то прилично называться. Тем более, не дай бог, некоторые угадают, что это такое. Renault, да, совершенно спокойно можете поменять на что-нибудь приличное, пристойное, и чтобы было не так стыдно в кругу друзей. Артем, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мучает меня достаточно давно один вопрос, ну, вопрос типичный смены автомобиля. Приятные муки, Артем. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, сил, наверное, мучается уже, сил подходит к концу. Так завелось, что я являюсь поклонником марки Ford, часто Ford Explorer, и у меня третий сейчас Ford Explorer, который является уже по счету второй. Ну, соответственно, первый и третий были в использовании. Помимо этого, там, вторых, третьих машин было, ну, разные марки, достаточное количество. Какие были приятные у вас машинки, до чего же они замечательные? Особенно первый. Да, все замечательно, к сожалению, одно но гниет. Это вот радикальный минус, который устранен в третьей версии. А, учитывая появление последнего, ну, пятого Explorer, да, ну, и, собственно, что это уже достаточно большой, но паркетник, без рамы, ну, и со всеми очевидными минусами, там, двигатель, другой, у меня 4,6, V8, что, ну, собственно, дополнительно приятно. Вот, собственно, есть понимание, купить новый Explorer, потерять в качестве, потерять достаточно большое количество денег, и через год, собственно, стоимость того же самого автомобиля, да, учитывая, как компания, типа, Rolf продает и сейчас, ну, чуть ли не лишь бы заберите, или же, ну, условно, положив там полмиллиона рублей в текущую машину, сделать, ну, довести ее до ума, там, реанимировать, восстановить и сделать что-то, ну, некую версию прокачанного автомобиля, старый, американский, еще американский, там, рамный внедорожник. Хотелось услышать ваше мнение. Артем, во-первых, вы чрезвычайно грамотно подходите к выбору и очень точно взвесили на весах за и против, но ведь и ваш третий эксплорер, это уже тоже очень серьезный шаг к легковым машинам от старых добрых храмников, тем более, что по подвеске по независимой уже видно, что тяготение идет в сторону девочки с айфоном за рулем большой красивой машины. Абсолютно с вами согласен, но в то же время хотел бы уточнить, что текущей проходимости, да, для меня, в принципе, вполне достаточно. Климат и так далее меня, ну, на данном этапе устраивает, то есть нет задачи залезть по самые небалуи, куда-нибудь грязь, да, ну, для этого есть Эльдресты, есть еще какие-то машины, которые, ну, в принципе, не жалко, В то же время третий эксплорер достаточно нравится своей управляемостью, как и на трассе, так и, собственно, вне дорог. То есть, такой достаточно комфортный диван. Опять же, не такой большой, как там экспедицион на Ветахе, да, в городе достаточно проблематично. Это да. Как универсал, вот он, получается, соответствует всеми необходимыми характеристиками. Ну, вот, собственно, что скажете касательно, там, двигателя, да, там есть ряд проблем с коробками, ну, в принципе, наверное, у компании Форо. Есть смысл, или же все-таки есть смысл смотреть, рассматривать пластиковые технологии, там, 21 века? А сколько ваш пробежал любимый? Порядка 150 тысяч. По большому счету, ему еще столько же бегать и бегать, и никаких проблем с ним не будет. Тем более, что он любимый. Менять его не на что. Как-то его прокачивать не очень представляю, как, потому что его V-образной восьмерки в принципе должно хватать. Универсально. Прокачка имеется в виду не увеличение ТТХ, а ремонт. Становление заводских настроек, да, ну, если там, грубо говоря, прокладка блока, если вдруг там уходит куда-то масло, да, условно, то поменять эту прокладку, ну, и полная реставрация автомобиля. Там, опускастроить раму, перекрасить там в красивый цвет, ну, и делать что-то типа Custom Car, как называется там, на американский лад, да, ну, машину ВАУ. Но, Артем, поскольку и этот вариант вами уже обдуман и взвешен, и чувствуется, что вы потихонечку себя готовите к нему, то он-то и является правильным ответом на этот вопрос. Дано, любимая машина по большому счету неубиваемым мотором, с очень хорошей городской управляемостью, огромным багажником, позволяющим перевезти все, что угодно. В конце концов, остаться жить в этой машине. И есть некоторое количество накопившихся за 150 тысяч километров пробега, каких-то, ну, не очень страшных проблем. Но, хочется с этой машиной еще упоительно иметь дело, кататься, наслаждаться. Есть даже проект, как ее довести до ума, подобрать какие-то сопли и красиво покрасить. Вот я бы пошел по этому пути, потому что у вас в руках уже синица, переходящая в журавля, а следующей-то машины нету. Брать пятый Explorer, какой смысл? Легковушка. Volvo S80 просто накрыта другим кузовом. Причем, Volvo S80 первого поколения, полноприводная. Нормальная, хорошая, легковая машина. У вас есть уже замечательный агрегат, который вы любите. Вы даже наверняка присмотрели уже, как именно вы его покрасите. Вы уже представляете, как он. более, да, заканчивая дисками, колесами, и, собственно, всевозможными защитными молдингами, такими фишечками. После этого, после того, как вы его покрасите, вы его еще заверните в пленку, чтобы оно все не пооблупилось, не поцарапалось, не побилось, и сохраните его в этой упаковке. У нас пленка умеет клеить только одна фирма на всю страну, но зато она это делает пусть даже дорого, но очень хорошо. Вот у меня машина уже 7 лет бегает оклеенная пленка, прозрачной. Ну, никаких проблем и никаких царапин. И если я захочу ее когда-нибудь продать, я могу снять эту пленку, и под ней будет вот родная краска. И эта пленка, чем она хороша? Она все царапины принимает на себя. Я по трассе шел, получил кирпич в капот, вот у меня 7 лет там не цветет, просто маленькая вмятинка. Нет абсолютно сколовник. А если говорить про покрытие лайн-ык? Знаете как, любое покрытие, так или иначе, это непосредственный контакт самого автомобиля с внешней средой. А пленка между ними является посредником. И когда пленка клеится непосредственно не по лекалу, а по самому автомобилю и специальной технологии наносится, а поскольку она является прозрачной, то она покрывает собой вот эту первородную краску. И пленку клеят профессионалы везде, и на пластмассовые детали в том числе. То есть остаются только фары, хотя можно и фары заклеить. Заклеиваются все, арки, зеркала, капот, ну вообще целиком, крыша, все стойки, и вы получаете машину, которая, в принципе, смотрится так же сиятельно и радует глаз, будто она просто родной краской покрашена, и пленка это еще и полируется, и ровно до тех пор, пока вам это не надоест. Надоело, сняли, и вот она во всей красе. Пленка, мне кажется, технологичнее, хотя, конечно, бывают и другие варианты, особенно когда под оффроуд народ покрывает специальными покрытиями. Ох, как любопытно получается. Ну, пленка просто проще, там, сколько, на всю машину завернуть ее, там, тысяч пятьдесят, наверное, стоит. А, ну тут вопрос, машина уже старая, да, есть сколы. Ну вы же ее покрасите. Сколы перекрашивать машину, облить ее сразу. Да, если вы ее просто любите и оставляете в первозданном виде, тогда какой смысл? А если вы ее любите с энтузиазмом, переходящим в экстаз, и перекрашиваете, то вот тогда, конечно, пленка. А так, повседневная эксплуатация, она вам позволяет совершенно спокойно ездить и не иметь никаких проблем. Вот какая есть, такая есть. Александр. Да, Сергей, добрый день. Здрасте. Точнее, добрый вечер. С удовольствием прослушал половину передачи по телефону. Шикарно. Спасибо. Хочу, хочу тебе небольшой премьер, как нас бежет наша любимая ГАИ. Федеральная асса между Воронежем и Ростовым, тот небольшой кусочек, где еще не сделано, понятно, что там пробка, фуры, значит, мы идем из Москвы туда, далеко за Ростов, ну вот, хочется ехать быстро, за рулем жена, небольшая колонна сзади на хвосте, соответственно, и вдруг небольшое расширение. Даже я, сидя справа, честно говоря, не видел, почему бы на него не вылезти, почему бы никто ничего до него не вылезает. А на него и вылезаю. Ты выходишь налево, начинаешь обгон, тут вдруг ты понимаешь, что это разворотная полоса, ну, она, естественно, скинула, как положено. Ты пытаешься впихнуть за фур, ну, за фур, какая же тебе фура пустит, и ты, естественно, выкатываешься, а дальше такая белая линия, развернутая навстречу. А так как ты никуда не успел, ну, ты понимаешь уже там рулем вправо, ну, там, хвоейка, бибибикаешь, улезаешь на свой поток, проезжаешь еще 200 метров, стоя гаиш, к ним хорошая, такая приличная очередь, ну, машинки. Так. Ну, вот, они тут же проходят, собирают документы, все как положено, причем, ну, я как бы говорил, ребят, ну, мы там буквально два метра, они говорят, вот сейчас я эти раздаю. Ну, я сейчас, ну, думал, будет нарушение разметки, максимум. Нет, жена выходит, такая радостная, говорит, лишение прав. Я говорю, ну, давай я пойду поговорить. Ну, понятно, что это говорится, потому что формально, да, формально они засняли, все у них видно, мы все приезжаем через линию. Такая договор, состоялся, скитущие смешные деньги, у меня две машины, на хвосте свершили это, то есть, самая групповая списка, все, все, я, ну, да, договор, я договорился, жена не умеет. А дальше, когда уже договорились, я даю вопрос, говорю, ребята, говорю, ну, вот у вас очередь стояла до и после, нарушение имеет систематический характер, а это реально вылет все-таки навстречу, нет сомнений, да, выезжаешь там, причем, как бы, ну, по глупости, по ошибке, и это, говорю, ребят, поставьте красный поверьчик, вот там, где красная линия, чтобы не было возможности, и все, это прекратится, как они смеялись в голову, оба, оба гаишника в радости и в голову. Да, гаишники на дороге для того, чтобы собирать взятки. Я взяток не плачу, принципиально. И, Александр, все хорошо, и тон у вас жизнеутверждающий, веселый. А взятка, это потворство системе. Система на том и построена, чтобы не сопротивлялись, чтобы платили. Итоги голосования. 31% считают, что комплексы фото-видео фиксации имеют отношение к безопасности дорожного движения. 69% считают, что они не имеют никакого отношения к безопасности. Это сбор денег. И, совершенно справедливо, гаишники орут именно о деньгах уже неделю, потому что их лишили рубля незаконного, прикрытого государством, под искаженную конституцию, лишившую нас прав. Но это чистый сбор денег. И 69% как раз подтверждают. То есть, люди по практике своей понимают, что никакого отношения к безопасности это не имеет. И, кстати, ГАИ никакого отношения тоже не имеют к безопасности дорожного движения. До завтра.